ДИПЛОМЫ Пропавшую 15-летнюю девушку нашли погибшей. Большое сердце. Рязанка спасает собак и находит им новых хозяев. Партнер выпуска ООО «Рязань Медтехника». Все средства реабилитации от лучших производителей в магазине «Медтехника» на Есенина, 72, дробь 2. Инвалидные коляски, каталки, функциональные кровати, ходунки, опоры под спину, кресла-туалеты, ступени с поручнем, сиденья для ванны, прикроватные столики, бескаркасные ванны, велоэргометры, костыли, трости, палки для скандинавской ходьбы, дыхательные тренажеры и многое другое. В магазине «Медтехника» на Есенина, 72, дробь 2, справа от выставочного центра АК. Телефон 51-10-15. 51-10-15. Возможно, доставка оборудования под заказ. В этом году Рязанский медицинский колледж выпустил более 600 специалистов, которые выбрали для обучения целевое направление. Торжественная церемония вручения дипломов прошла в муниципальном культурном центре. Люди в белых халатах хранят самое ценное – жизнь и здоровье людей. Дарят надежду и помощь тем, кто в ней нуждается. Сфера здравоохранения – одна из самых приоритетных в нашем регионе. Это часто подчеркивает губернатор Павел Малков. Ежегодно Рязанский медицинский колледж выпускает больше 600 специалистов. В этом году выпуск особый. Ребята уже знают, где они будут работать в ближайшие три года. Я целевик, поэтому меня уже ждут на работу. В ближайшие два месяца я приду работать в кардиологический диспансер. Уверенность в завтрашнем дне, безусловно, есть. У меня уже есть рабочее место. Плюс, так сказать, преимущество в том, что я вижу свое рабочее место. Я работаю с теми людьми, с которыми мне предстоит работать. Это помогает в адаптации. То есть не будет такого периода, что я приду и два месяца мне нужно будет для привыкания. На самом деле у меня в семье вообще нет медицинских работников. Я была первым, кто, так сказать, открыл эту династию. Меня интересовала медицина, меня интересовала биология. Мне было это все интересно. И я решила, что я хочу в медицинский. До 1 мая 2024 абитуриенты сами искали заказчика обучения и заключали с ним договор. Теперь государственные учреждения и частные компании публикуют целевые места на единой цифровой платформе «Работа в России». Для того, чтобы учиться за счет средств своего будущего нанимателя по выделенной квоте, будущий студент подает заявку дистанционно, в бумажном или электронном виде. Плюсы целевого направления в том, что после окончания колледжа не нужно бегать, искать работу. У тебя уже есть за тобой закрепленное место. И во время прохождения преддипломной практики за нами уже закрепили отделения, в которых мы дальше будем работать. В семье есть медики и хотелось в будущем свою семью понимать, чем лечить, как лечить. И будущему потомству также, чтобы помогать. От имени губернатора будущих медиков поздравил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников. Атмосфера, корпоративная культура, чувства, темпы развития – вы. Та цифровизация, та динамика, которая происходит, без вас не получается. Поэтому мы вас всех ждем. Мы поможем. Мы с каждым годом институт наставничества все развиваем, развиваем больше. Нужны советы. Обращайтесь. Я думаю, что найдете ответы на все сложные вопросы. Если вы быстрее не найдете ответы на сложные вопросы, мы возьмем в работу их. Мы обязательно поможем и подскажем. Годы обучения в колледже позади и теперь ангелам в белых халатах предстоит ответственная и очень важная миссия. Некоторые выпускники уже получили первичную аккредитацию и могут работать в больницах региона. В Рязани завершилась так называемая монетная неделя. Напомню, продлилась она с конца мая по первые числа июня. Ее итог, однако, удалось побить только сейчас. Валерий Седов узнал, сколько же металлических монет рязанцы обменяли на купюры. Вес 10-копеечной монеты не больше 2 граммов. Собери 100 таких и весом они будут немногим меньше пачки масла, а номиналом всего 10 рублей. Кстати, 10-рублевая монета весит всего 5,6 граммов. То есть обменять гораздо выгоднее. Плюс эту 10-рублевку в результате такого обмена можно и вовсе положить на счет. Так решил и Антон Лаврентьев. Избавиться от всей мелочи, которая скопилась у него дома. Забрал где-то мешок, накопилось, где-то сдачу собирал, банку. Так потихоньку накопил за год, вот решил сдать. Обменял на 700 с лишним рублей. Антон стал практически первым, кто поучаствовал в акции «Монетная неделя». В рамках акции рязанцы могут принести монету в офисы банков участников. Заранее желательно ее разложить, чтобы эту операцию провести гораздо быстрее. Обменять можно либо на банкноты, либо положить на счеты. О весе монет говорилось не просто так. Суммарно рязанцы за монетную неделю сдали в банк почти тонну мелочи. В пересчете на рубли 913 600 рублей с небольшим. Монетки теперь вернулись в оборот. А суммы зачислены на счет рязанцев, которые эту мелочь принесли. Под данным регионального отделения Банка России, больше всего у рязанцев скопилось 10 рублевок. Аж 69 тысяч штук. Тройку лидеров замыкают 10-копеечные монеты. Почти 50 тысяч штук сдали в банке рязанцы. Меньше всего было копеечных монет, их не набралось даже на 4 тысячи штук. Еще немного цифр. В лидеры по сумме обмена вырвалась Рязань. Местный житель обменял собранные монетки на сумму 38 тысяч рублей. Как рассказали в региональном отделении Банка России, задачи акции «Монетная неделя» напомнить, что металлические деньги должны работать, повышая точность расчетов, а не просто скапливаться дома. Потому подобные акции проходят на территории региона регулярно. Рязанскую область ожидают грозы и шквалистый ветер, возможно смерчи. Информацию об этом опубликовала региональная ГО «МЧС России». По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода сохранится до конца суток 6 июля. Холодный атмосферный фронт, который движется с запада на восток, обрушится на регион грозами и сильными ливнями. Осадки могут составить более 33 мм в час. Местами возможен крупный град, а также шквалистое усиление ветра со скоростью до 27 м в секунду. «МЧС» предупреждает, что в ближайшие два дня есть опасность формирования смерчей. Жители Рязанской области призывают соблюдать меры предосторожности и не прятаться от непогоды под рекламными конструкциями, линиями электропередач и деревьями. Возможности лучше ограничить время пребывания на улице. В Рязани завершены поиски тела пропавшей 15-летней девушки. Новости неутешительны. Она погибла. 15-летняя девушка пропала 27 июня. По данным СМИ, она ушла купаться на солдатский пруд. Место для купания официально не предназначенное. Домой девушка уже не вернулась. Ее вещи нашли на берегу водоема. К поискам девушки подключились и спасатели, и водолазы. Комсомольская правда «Рязань» рассказала подробности работы водолазной группы. Так, вначале водоем обошли пешком, после – с лодки. А затем в ход пошел сканер. К работе подключились водолазы Рязанской спасательной службы и водолаз группы «Добротворец» для дополнительной работы расчетом. 29 июня волонтеры выполнили два спуска. Общее время погружения – 52 минуты. По словам водолаза, видимость под водой – 0 метров. Глубина пруда – от 1 до 4 метров. В течении при этом нет дно ил. Поисковые мероприятия продолжались несколько дней. 3 июля 2024 года тело девушки было обнаружено в акватории солдатского пруда. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти несовершеннолетней. На интернет-портале 7инфо появилась новость, что тело девушки всплыло на поверхность. Его обнаружили случайные прохожие. Как пишет комсомолка, со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, у водоема два дна. Сначала ил – растительность, обломки кустарников, под ними – снова слой воды. Именно поэтому поиски были затруднены. В настоящий момент по уголовному делу проводятся необходимые процессуальные действия, цель которых – установить все обстоятельства произошедшего. В Рязанской области засняли необычное оптическое явление. Паргелий или, как его еще называют, солнце с ушами, а также ложное солнце, возникает за счет преломления солнечного света в кристалликах льда, которые парят в атмосфере. Эту разновидность галл-явлений можно увидеть на закате или восходе, когда солнце еще близко к земле. Такие подарки обычно приносят с собой антициклоны с холодной морозной погодой. Чаще их наблюдают на севере нашей страны. В Петербурге, Петрозаводске, Мурманске. Примерно раз в год или несколько лет оно может появляться и южнее. Например, в Москве или у нас в Рязани. Много ли тех, кто любит животных и готов посвящать им практически все свободное время? Анна Любка одна из таких. Она берет на передержку собак с различными заболеваниями и помогает им вернуться к нормальной жизни. Затем, по возможности, отдает питомцев в добрые руки. О человеке с большим сердцем расскажем далее. Профессию Алена Любка не выбирала. Скорее, эта профессия выбрала ее. С детства она мечтала о собаке. Родители, как это часто бывает, долго не соглашались. И вот, когда долгожданный питомец наконец появился, Алена так сильно полюбила его, что вопрос ухода за собакой перерос в серьезное изучение темы. Началось изучение, мне стала интересна сама эта сфера. Тем более, сейчас эта сфера развивается. Так вот, любовь к животным, непосредственно к собакам и кошкам, привела меня к этой профессии. Так Алена стала ветеринарным врачом. И когда уже в ее семье появился ребенок и начался декретный отпуск, совсем расстаться с животными у нее не получилось. Любовь к профессии не отпускает, рассказывает она. Сначала был котенок с проблемной лапкой. Опасности ампутации удалось избежать благодаря Алене. Ее же стараниями малыш обрел новую хозяйку. Деятельность у меня началась в 2019 году. Как бы за одним животным пришло второе животное, третье. И так по сарафанному радио, как бы, их, конечно, не было бесконечное количество, но там некоторое количество по силам я брала столько, сколько смогу им уделять должного внимания, времени, сил. Сейчас у Алены 13 собак, 5 из которых ее питомцы, а 8 оставшихся на передержке. Это хвостатые с разными травмами. Например, у одной из собак был сломан позвоночник. Ее сбила машина. И после клиники ей повезло попасть на реабилитацию к Алене. Питомцы выходили, научили передвигаться с помощью инвалидной коляски. Хозяина этой собачки тоже удалось найти. Сейчас она счастливо живет свою собачью жизнь в любящей семье. Бывают и породистые животные, подвержены каким-то механическим факторам. Например, французский бульдог, он очень прыгучий. Личные питомцы Алены – представители двух пород. Бассет хаунд – шарпей. С ними она участвует в разных выставках. Ее питомцы завоевывают разные призовые места и получают титулы. Среди них, к примеру, юный чемпион Российской кинологической федерации Анастасиан Дмитриев, телекомпания «Город». На этом у меня все еще больше новостей на сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова